И говоря про этот вид поклонения, как я уже сказал, это нововведение, которое вообще не имеет основ, то есть не узаконено шариатом, и в котором, вы сами знаете, я в свое время думал, Маулид, как Маулид может быть не из ислама, как это, Субхан Аллах, вот так, вообще нету его. Кто из сахабов, кто хоть один хадис мне расскажет, что сахабы вот делали и сказали, надо делать, достоверно, я знаю, можно на ходу придумать тысячи хадисов, как это делается, кстати, ну просто достоверно, скажут, вот книга, Саи Бухари, Саи Муслим, Тирмизи, Насаа ибн Маджа, Ибн Хибан, Байхак, и любой сборник покажет достоверно, хадикут убытиса, нету. Если некоторые люди говорят, что в этом плохого, брат, мы же собираемся, мы же собираемся, просто Аллаха вспоминаем, Сиру вспоминаем, Куран читаем, мы скажем, даже если вы это все делаете, она становится бедой. Почему? Если вы делаете только это, мы знаем, что этим дело не ограничивается, потому что там есть вещи, которые, субханаллах, приписывание пророку тех сифатов, сифатов Аллаха, о пророк, вытащи меня из огня, о пророк, сделай то, пророк приходит, они читают мархаба, оказывается, его душа приходит, дает им, вот это все, короче, те вещи, которые не имеют отношения к нашей религии. Но если они говорят, мы просто собираемся, читаем Куран, брат мой, мы читаем Сиру, мы читаем то, мы читаем это, мы скажем, это беда. Почему? Потому что вы дали этому поклонению, вот этим чтению, если это просто чтение, этому чтению Корана, сире пророка, вы дали им границы, которые шарят не дал им. Вы дали им место, то есть границы какие? Родился сын, читается мавлит, женился, читается мавлит, шарят дал, нет, умер человек, читается мавлит, еще что, кто знает, переехал новый дом, читается мавлит. Разве есть такое сунни? Разве есть? Пусть вы читаете Куран, пусть вы вспоминаете Аллах, но эти вещи, вы установили для них границы, как временные, так, вы же на свалках не читаете это все, вы в каких-то домах, это вопрос к этим людям. Поэтому установили границы, и эти простые вещи стали беда, подобно тому, как человек, как я вам говорил, фатиха, читает фатиху. Кто скажет фатиха, что это одна из великих сур Корана, открывающая книгу, о достоинствах этой суры пришло множество хадисов, но чтение фатиха после дуа фатиха, это же, это что, это беда. Почему? Потому что в этом месте не пришло чтение этого фатиха, потому что ты поменял эти границы, которые Аллах поставил для этого фатиха. Поэтому вы должны запомнить, вот эти правила, которые вам дают понимать, дают различать одно от другого.